Воду в кране Нина Негри вынуждена караулить вот уже три года, помыть посуду или принять душ в этом многоэтажном доме уже считают счастьем. Зимой вода едва течет, а летом с началом огородного сезона ее и вовсе нет. Сейчас хороший напор, а вечером, когда все приходят с работы, когда все начинают купаться, мыться, понимаете, вода не поднимается в душ и приходится тазиками намыться. На нехватку воды жалуются чуть ли не все жители от Радно-Ольгинского. На все село в сутки здесь не больше тысячи кубов. С проблемой Нина Негри отправилась в краевую столицу на встречу с губернатором. По словам женщины, пробурить новую скважину, чтобы вода была в каждом доме, местные власти обещали еще в прошлом году. Но вопрос так и повесь в воздухе. Денежные средства были выделены в прошлом году. Мы начали проводить конкурсные процедуры. В итоге торги состоялись только в декабре месяце. Ну и было принято решение, что мы не успеем освоить эти денежные средства. Мы думали, что этот объект пойдет у нас в переходящий. Но, к сожалению, денежные средства были сняты, и в этом году мы эти денежные средства не получили. Ну как это, деньги были выделены, и они потом опять вернулись в краевой бюджет. А самое главное, в результате вот этой вот чиновничной волокиты страдают обычные люди. Вольная власть должна похватиться, что было пять скважин, остается три. Но давайте дождемся, что останется одна или, не дай бог, вообще не одна. Я не могу понять, почему деньги к сентябрю были выделены, когда было принято решение. Почему на самом деле там конкурсные процедуры начали, потом их приостановили. Если на самом деле что-то по вине краевых чиновников произошел возврат денежных средств в краевой бюджет, то тут назовите мне конкретно пофамильно кто допустил эту ситуацию. И допускают ее повторно. Значит, вам поручение разобраться в ситуации, почему. Александр Александрович, я надеюсь, что вот это второе поручение третьего не будет, чтобы у них проблемы с водой ушли. О проблеме других заявителей Вениамин Кондратьев знает уже давно. На прием главе региона пришли активисты из так называемого музыкального микрорайона Краснодара, где вместо коттеджа выросли многоквартирные дома. Сегодня жители массива самостроев жалуются не только на плохие дороги и перебои со светом и водой. Поблизости нет ни больниц, ни детских садов, ни школ. Губернатору они пришли с предложением, где можно возвести хотя бы один соцобъект. У нас появилась информация, что в городе есть земельный участок Московской 112, который находится в муниципальной собственности. Этот участок площадью почти один гектар, и на нем можно разместить полноценный социальный объект. Когда стал вопрос об обсуждении, какой же туда разместить, люди высказались в пользу детского садика. Но, как оказалось, этот участок еще несколько лет назад передали одной из строительных компаний в качестве компенсации за изъятые земли в юбилейном микрорайоне. Но это не решение проблемы, настаивает губернатор. Мэр города Вениамин Кондратьев поручает провести переговоры застройщикам и предложить ему другие варианты. Евгений Алексеевич, у нас какой-то опять компромисс с застройщиками. Но они же не последний раз строят в этом городе, и тем более даже местные застройщики. Если уже договариваться, договариваться конструктивно. И чтобы уже снимать проблему и в юбилейном микрорайоне снимать, но и в музыкальном снимать. А не из-за того, что мы снимаем проблему в юбилейном, мы добавляем проблему музыкальному микрорайону. Любой участок, который есть в музыкальном микрорайоне, должен идти однозначно под социальную инфраструктуру. Все. Все остальные коллеги выносим за город. Равнодушие чиновников к проблемам людей порождает новые проблемы, уверен Вениамин Кондратьев. Во время приема граждан губернатору сообщает, что на одной из улиц Краснодара автомобиль сбил первоклассницу. Девочку доставили в больницу, как выяснилось позже, организовать пешеходный переход и установить светофор на Боебакова глава региона поручил еще год назад. После обращения гаража на таком же приеме граждан. Сейчас здесь машин немного, сказывается время. Час пик наступает вечером и утром. Рядом с этими домами находится школа. Родители, привозя детей на учебу, паркуются прямо на проезжей части, таким образом занимая половину дороги. Зебры не видно, точнее разметка стерлась, но есть знаки, пешеходный переход и лежачий полицейский. Но даже они не останавливают водителей, превышающихся красного режима. Поручение губернатора выполнено не до конца. Светофор рядом со школы так и не появился. Сегодня Вениамин Кондратьев требует во всем разобраться и исправить ситуацию. А тех, кто не выполнил распоряжение, уволить. Трагедия уже произошла, по большому счету. Для девочки уж точно. Но наша задача, чтобы она в эту школу продолжила ходить уже по безопасному пешеходному переходу и желательно регулируемому светофорам. Год назад поручения всем были розданы. Вместо какого-то конструктивного подхода бездействия, равнодушия, значит. Илья Иванович, вот если эти люди еще в мэрии работают, которые отвечали за выполнение вот этого поручения, сделайте все, чтобы они больше в мэрии не работали. И еще раз подчеркиваю, они вам не союзники. Вот Максим Иванович, а вызовите на контроль. У кого оно находилось на поручении, почему оно не выполнено. И вот это вот бездействие привело к трагедии. Чтобы избежать новых трагедий, всем чиновникам нужно научиться слушать людей, считает глава региона. Ведь тогда большинство проблем можно решить гораздо быстрее. Елена Касабова, Мария Крошина, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...